Музей Архангельская Все документы, которые сейчас прошли через наших уважаемых коллег, они являются законом по сохранению территории, охранной территории Музея Высоцкого Архангельса. Поэтому, знаете, этот документ даст нам возможность в будущем вот так вот не встречаться. Говорить только об успехе, говорить только о развитии. На нашей территории существуют объекты, которые сегодня являются носителями, держателями фондов. Наша задача – освободить аллеи для культурного показа и вынести фонды за территорию собственных ядра, о которых Вы говорите. Поэтому мы планируем в будущем строить фонды хранилища для освобождения музейного пространства для высвечной деятельности. Это да. Больше ничего мы не планируем делать. Четыре ключевых изменения вывезены из-под строгих охранных правил в зону регулированной застройки. Не только 0,6 гектара для фонда хранилища музея, но и территории школ Косыгина и Примакова, а также участок под будущую ветку метро, которую протянут от станции Строгино, и деревня на противоположном от музея берегу Москвы-реки. 300 гектар – это в основном деревня Раздоры, это уже сложившаяся, существующая со встроенной территории деревня Раздоры, в которой построены дома. И вот основная часть – это как раз ее перевели из охраняемого ландшафта в зону регулирования застройки. Это не вывод под коммерческую застройку, это просто учет прав и законных интересов граждан, уже проживающих в населенном пункте Московской области. Андрей, еще хотелось бы уточнить, никаких новых территорий, сейчас свободных от застройки, под застройку проектом зоны охраны не предусматривается. Этот вопрос, который интересует многих жителей, жителей непосредственно Архангельского, это вопрос застройки Ильинских лугов. Эта территория, которая у нас находится под Лухиным островом, и она у нас сохранена в виде охраняемого природного ландшафта. То есть никакой новой застройки, кроме существующей деревни. Проект был непростой задачей, но проектировщики убеждены, он избавил подмосковные Версали, прилегающие территории от возможных посягательств и двойного трактования градостроительных норм. Ограничение движения грузового транспорта в лесу садьбы, запрет сплошного асфальтирования вдоль Ильинского шоссе, характер застройки сельский. Шкала высотных ограничений почти на всей территории проекта до 12 метров. Лишь часть предусмотренных деталей уточнили в Институте генплана. Было достаточно важно прекратить постоянные градостроительные конфликты на этой территории, которые обусловлены действующими режимами, которые очень неконкретны. Вот эта мина, которая была заложена начиная с 2001 года, когда режимы могут трактоваться практически как очень широко, мы ее убрали. И, положим, даже в зонах регулированной застройки допускалось уплотнение сложившейся застройки в пределах допустимых норм. Вот что это такое? Охраняемый ландшафт имеет более строгие ограничения и полностью ограничивает размещение объектов капитального строительства, зданий и сооружений. Что позволило нам, применив этот подход и такое вот проектное решение, на некоторых участках, наоборот, усилить требования ограничения. В итоговом варианте и лохин остров в границах усадьбы Архангельская. Этот заповедный уголок, как объект культурного наследия и особо охраняемая территория, теперь защищен двумя федеральными законами, уточнили спикеры. Также утвержден и новый отдельный предмет охраны со своими границами – усадьба Архангельская Воронки.